Угашать Духа Святого в собрании. Как это? Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Мы так бережем Духа Святого и ищем Его в своей жизни. Так хотим Его присутствие и в нашей церкви на собраниях. Но иногда, я говорю иногда, и конечно не мы с вами, можно угашать и в нашем собрании Духа Святого. Но как? Мы посмотрим, что на это говорит апостол Павел и разберем случай с даром пророчества Фессалоникийской церкви. Но это написано не как окончательное заключение, а как по учению. И если что, то не так, то нужно просто изменить свое отношение и жить по-другому, как нам советует Павел. Задайте вопрос Богу. Был у вас случай, когда вы угашали Святой Дух на собрании или нет? Подписывайтесь на канал, где мы много говорим о Святом Духе в наше время. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы до конца разобраться на эту тему. Угашать Духа Святого на собрании. В первую очередь хочу сказать, что угашать Духа Святого в собрании – это не окончательный вертик. Если мы это сделали, то Дух Святой не ушел из церкви. Он нас не оставил. Присутствие Его в нас и в Его церкви – это Его служение для нас сейчас на земле. Он, конечно, проявляет долготерпение. Не для того, чтобы мы постоянно этим пользовались, а Он верит в то, что мы можем измениться. Бог верит в нас, как в своих детей. Помните случай, когда Иисус Христос говорил, что хула на Духа Святого не простится? Это было сказано про тех, кто не знает Духа Святого. Кто с Ним знаком и знает Его, никогда не скажет хулы на Духа Святого. Кто не знает Духа Святого, тот постоянно требует чудес и знамений. Что это Он сделал? Мы встречали такие случаи. Но что написано про нас? Откроем Евангелие от Иоанна, где Иисус говорил ученикам про Духа Святого. Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 по 19. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще много, еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, 14 глава, стихи 16 по 19. Покажи чудеса и знамения. Про людей, кто не знает Духа Святого, Духа истины. Иисус говорит, что они не могут принять. Они Его не могут принять. Им нужно Его увидеть или знать Его. Например, как вашего соседа. Люди говорят, мы знаем про соседа, но ты познакомь нас с ним, тогда мы поверим, что Он есть. Люди мира нам говорят, чтобы нам поверить Духа Святого. И если это Он, и это Бог, покажи нам чудеса и знамения, друзья мои. Но как сказал Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 12 глава. Это Он сказал им в ответ. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 39 стих. Дух Святой по своему усмотрению сделает и чудеса, и знамения. Но так и где Он считает нужным, а не по человеческому желанию. Именно им Иисус Христос указал прохолу на Духа Святого. Нам же иначе. Дух Святой и сегодня пребывает в Его Церкви. Иисус Христос сказал, что нам, Его ученикам, что мы знаем Его. Почему? В стихе 17 написано, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Потому что Он с нами пребывает и в нас присутствует. Все, кто пришел к Богу с искренней молитвой покаяния и верой в Иисуса Христа. То, что Он сделал для нас на земле, что взял наши грехи, был наказан вместо нас, похоронен, но Он воскрес на третий день. Бог прощает и очищает от грехов и исполняет Духом Своим, Духом Святым, который мир не может принять, потому что не видит и не знает Его. А мы верой приняли Его, и Он с нами пребывает и в нас. Он в нас будет и с нами пребывает. И, конечно, пребывает в наших жизнях и на собраниях верующих, в Его Церкви. Как было во времена первых апостолов, так и в наше время. Я это очень детально описал, так как это важное основание для принятия Его даров служения в современной Церкви. Угошать Духа Святого в собрании – это не считается окончательным вердиктом, а написано для исправления в нашей жизни и собрании. Фессалоникийская Церковь Вернемся в Фессалоникийскую Церковь, где, по словам Павла, собрание угошало дар Духа Святого, такое, как пророчество. Откроем послание апостола Павла 1 Фессалоникийцам, главу 5 стихи с 19 по 24. Духа не угошайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира досвятит вас во всей полноте. И ваш Дух, и душа, и тело во всей целости досохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стихи с 19 по 24. Тогда, там, где Дух Святой проявляется, Бог говорил церкви или людям через дар пророчества, где неодобрительно к нему относились. На что Павел отреагировал? Духа не угошайте. Пророчество в современной церкви. После Дня Пятидесятницы все Божьи дети получают Духа Святого, и поэтому все могут пророчествовать. То есть, познавать и произносить план и волю Божью. Но в ранней церкви была группа людей, которые называли пророками и пророчицами в более узком понимании. Например, Агаф, Иуда и Сила. В наше современное время принято считать, что дар пророчества действует, так же, как и в начале проявления Духа Святого на земле. Конечно, у нас нет сейчас таких пророков, как Сила. Но Бог, несомненно, дает некоторым людям способность глубокого видения или самого Писания и его значения. Либо понимание его применения в современном мире. Через Писание, сновидение, видение, Бог также дает возможность понять свою волю и в отношении конкретных людей и ситуаций. Вполне возможно называть такое видение и такой дар пророческим. И все это действие Духа Святого в современной церкви. И Павел пишет, Духа не угошайте, пророчества не уничижайте. Но что делать? Что делать, когда слышишь пророчество в современной церкви? И Павел говорит вот что. Стих 21. Все испытывайте, хорошего держитесь. Нужно все испытывать и держаться хорошего. Я сейчас не буду говорить о том, как испытывать. То есть проверять пророчества или любые слова, сказанные от имени Бога. Об этом написано в посланиях. И это другая тема. Держаться добра и избегать всякого зла. Но Павел говорит, что делать. Выгнать этого человека или поставить на замечание, или предать анафемии этого человека. Он пишет с 22 стиха. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да святит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, и во всей целости да сохранится без порока. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Павел говорит, испытывайте и держитесь хорошего. Павел говорит, не угошайте духа, не пренебрегайте даром пророчества, но все проверяйте, держитесь добра и избегайте всякого зла. Павел все это написал собранию, то есть в церкви Фессалониках. Библия все так же актуальна и в наше современное время. Почему? Бог не меняется, и Дух Святой не меняется. Дух истины до сих пор все так же служит своим присутствием в нашей жизни, в собрании и в нас. Что делать с действием Духа Святого? Что с другими дарами Духа Святого? Такими, как описано в послании Ефесянам, а это апостолы, евангелисты, пастыря и учителя. А что делать с действием Духа Святого в нас, описанных в Марка 16 глава? Что у верующих же будут сопровождать сии знамения, и мне моим будут бесов изгонять, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, им не повредит, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Это послание Марка 16 глава, стихи 17-18. А что делать с действием Духа Святого через дары служений, описанных в послании к римлянам? Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчества, служения, учитель, увещеватель, раздаватель, начальник, благотворитель ли? Любовь да будет непритворна, отручайте зла и прилепляйтесь к добру. Это послание к римлянам, 12 глава, стихи 6 по 9. Как бы сокращенный вариант. Как и в послании к филиппийцам, Павел пишет, «Духа не угошайте». «Дары Духа Святого не угошайте, проверяйте, отвращайтесь от зла, доброго держитесь». Скажу словами апостола Павла, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости, да сохранится без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Аминь. «Жить вместе с Духом Святым и не угошать Духа Святого в собрании». Сестры, братья, нам Бог это сказал для того, чтобы мы учились жить вместе с Духом Святым, которого мы теперь знаем, потому что Он с нами и в нас пребывает. Если мы сделали что-то не так, Бог дает нам возможность покаяться и изменить наши поступки, как самим, так и в нашем собрании. Бог хочет и сегодня говорить с нами, и быть в наших собраниях и общении святых, и Его Церкви. Аминь. Как это интересно. Есть отдельный плейлист «Угошать Духа Святого», где собраны записи на эту тему, где говорится, как можно угошать Духа Святого лично человеку, и что может угошать человеке дар Духа Святого. Слушайте, подписывайтесь. Сестры, братья, задайте вопрос Богу. Что Он хочет вам сказать сегодня? Спросите у Духа Святого. Прямо и сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Мы здесь на блоге много говорим и путешествуем по местам Писания и во времени с Библией. Приглашаем и вас вместе с нами в этот увлекательный путь по дороге с Духом Святым. Подписывайтесь на канал. А сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Пока. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...